Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу, как я дезинфицирую свои инструменты и кисти. Перед вами все средства, которые я использую. Кажется, что средств очень много, но на самом деле не так. Есть средства для дезинфекции инструмента, есть средства для дезинфекции кистей, средства для дезинфекции рук и еще одна очень интересная вещь, про которую я расскажу вам в самом конце. Итак, первое средство для дезинфекции инструмента. Оно идет в концентрате, который разводится с водой, либо уже готовое. Также уже готовое средство можно использовать не только для инструментов, но и для дезинфекции поверхности, различных мебели, все, что вам нужно продезинфицировать. Но не для рук, это только касательно поверхности и инструмента. Концентрат. Как разводить концентрат? Есть методичка, и в методичке уже расписано, как его правильно разводить, и есть разные емкости. Вот у меня на примере сейчас стоит две емкости. В одной у меня уже есть инструменты мои. Видите, сюда их погрузил. Очень удобно. И вторая емкость в виде стаканчика, куда также можно их погрузить. Этот стаканчик, кстати, очень хорошо использовать, если вы делаете ламинирование ресниц, для различных патчей, подушечек, то, что многоразового использования, но достаточно маленькое. Это отлично помещается в стаканчик. Касательно инструментов, время выдержки от 15 до 30 минут. Я держу в среднем 30 минут. И очень важный момент, после того, как вы достаете свои инструменты с концентрата, обязательно их нужно сполоснуть водой. Это важно. Данные средства на водной основе, без растворителей, с очень мягким запахом, и безопасно для окружающей среды. Также у компании есть патент на разработку. И так как здесь нет спирта, они не портят инструменты, не разъедают краситель. Поэтому это очень удобно, если вы используете красивые инструменты. Сейчас я вам покажу, как дезинфицировать руки перед процедурой. Есть влажные дезинфицирующие салфетки. То есть вы оторвали себе одну салфеточку, протерли руки. Она не имеет никакого резкого запаха. Это для тех, у кого аллергические реакции, например, на АХД. То есть у меня, например, началась аллергическая реакция, и меня реально эти салфетки спасают. Также, когда у вас салфетка осталась, вы можете ей протереть поверхность, также ее продезинфицировать. Дезинфицирующее средство для кистей, также оно и очищающее. Сейчас я вам покажу. Беру очень плотный консигер, стойкий. Возьмем кисточку с белым ворсом. Хорошо вобьем консигер. Далее берем средство. Средство также на водной основе. Поэтому оно не пересушивает ворс. И просто вытираем об салфетку. Но я все же после таких средств все равно кисти мою вода плюс мыло. Так как это мне гарантирует 100% безопасность, что у моего клиента не будет аллергических реакций на какой-либо компонент. И еще один очень интересный продукт, который я использую в своей работе, это называется Color Remover салфетки. Салфетки для снятия краски. И когда мне нужно очень быстро, например, растушевать внутреннюю часть брови, либо я делала тест на руке с помощью красителя, я могу быстро эту краску убрать. То есть это салфетки, которые убирают краску с кожи. Они также классно подходят для парикмахеров, когда при окрашивании остается окантовка краски. Я надеюсь, для вас информация была полезна. Пишите обязательно в комментариях, как вы дезинфицируете ваши инструменты и ваши кисти. Ссылки на продукты мы оставим в описании. Ну а вам пока! А описание на все продукты мы оставим в описании. Масло масляное. Еще раз. Важно ссылки на все продукты. Ссылки. Ссылки на все продукты, да. Ссылки на описание данных продуктов мы оставим в описании. Господи, за пятый раз мы уже переписываем это. Я думаю, что вам и так уже это понятно. Ссылки на ссылки мы запишем. Обязательно пишите в комментариях, как вы дезинфицируете продукты. Ссылки на продукты. Все. Если сейчас не получится, то будете ставлять, то, что есть. Есть для вас информация. Бла-бла-бла. Та-та-та-та. Пиш.